Добрый день всем, кто собрался. Я вижу уже почти 400 человек. Это очень здорово. Не могу дождаться, когда начну общаться с вами, ребята. Предлагает Эдита, что можно... Нет, давайте мы ничего сейчас менять не будем. Мы оставим как есть. Мы постараемся достаточно быстро провести прямой эфир. С Эдитой есть несколько вопросов, которые мы хотели обсудить. Уважаемые партнеры, добрый день еще раз. Я сразу скажу, что сегодня в прямом эфире мы не будем обсуждать вопросы, касаемо продуктов, свойств продуктов, их состава. Сегодня мы будем говорить с вами о том, как все-таки работать в нынешних условиях категории Wellness, на что нужно фокусироваться. И, конечно же, вы получите рекомендации от Эдиты. И сегодня, дорогие друзья, с нами глобальный эксперт категории Wellness Эдита Курок из Топгольма. Да, наш гость. И прежде чем мы начнем, Эдита, буквально несколько слов о себе. Можно это расскажешь? Да, обязательно. Сегодня не из Топгольма, сегодня из Варшавы. Я у себя дома, так как, вы знаете, мы все работаем из дома. Но это очень даже здорово каждый день ложиться в свою кровать и просыпаться. Я не знаю, как вы, но мне это очень сильно нравится. Я тоже экономлю много времени на дорогу, потому что я довольно много летаю. Сейчас это время могу отдать на другим темам и другим задачам. Как вы уже знаете, меня зовут Эдита. Я с многими из вас знакома, между прочим. Мне удалось с вами пообщаться и в Казахстане, когда я была, ну и на разных конференциях тоже. Я в бизнесе уже 16, почти 17 лет. В бизнесе прямых продаж и в бизнесе wellness почти 12 лет. Это много. Это много, потому что за это время произошло так много в нашем бизнесе. Я когда присоединялась к этому бизнесу, объем продаж, который получал, все получали все прямые продажи, объем продаж от wellness был всего лишь 9%. Это было всего лишь 9% еще 11, почти 12 лет назад. И это была категория в прямых продажах, наверное, четвертая или пятая. Сегодня это 33% от всех мировых прямых продаж. Wellness категория. Так что мы лидеры. Мы в основном течении, самое главное. Сразу за wellness косметика и уход, такой личный уход. Так что на самом деле два инструмента в руках. Самые большие категории в прямых продажах. Поздравляю, это здорово. Что еще про меня? Почему я говорю по-русски довольно хорошо? Потому что я заканчивала Московский энергетический институт. Я атомщик по образованию. У меня тот же муж уже 30 лет и одна дочка уже взрослая. Далеко она в Лос-Анджелесе сидит, тоже закрытая у себя дома. Да, люблю прямые продажи. Прямо невероятно, потому что это самый, наверное, демократичный бизнес, который есть. Поэтому с тех пор, как влюбилась в него, остаюсь в нем и помогаю, как только могу, консультантам и бизнесам расти быстрее и на самом деле получать классные результаты. Отлично, спасибо, Деда. У меня будет, наверное, первый самый животрепещущий вопрос, который выжигает, наверное, сейчас у наших консультантов. Нас больше, чем 500 человек сейчас на этом прямом эфире. Здорово. А как сейчас, да, в нынешних условиях, когда люди пытаются экономить на многих продуктах, как правильно предлагать категорию wellness и какие слова нужно говорить, может быть, что ты порекомендовала бы для наших бизнес-партнеров? Я думаю, что ничего не изменилось на самом деле, потому что люди, может быть, покупают наши продукты, продукты wellness, потому что они не понимают, зачем они им нужны. Как только они начинают понимать, они понимают, что здоровье, хорошую жизнь нельзя измерить деньгами. Да, и это на самом деле самый большой приоритет, особенно сейчас, в это время, когда все говорят о том, что надо следить за иммунитетом. Это настолько легко должно получаться, потому что идет такое общенародное образование. И с всех сторон все слышат, что жизнь, что всем было понятно, это самое ценное, что у нас есть. Здоровье – самое ценное, что у нас есть. И для того, чтобы на самом деле обеспечить хорошее здоровье, надо строить иммунитет годами. Это не одноразовое действие, это не как выйти на солнце и получить загар. Это то, что мы строим каждый день постоянно. От этого зависит наш успех в жизни, потому что если в нас нет энергии, если в нас нет сил, если в нас нет того желания, чтобы проснуться утром, встать и выйти на улицу, заниматься своим делами, это нехорошо. И поэтому строить свой иммунитет, свой и своих близких, родителей, брата, сестры, мужа, детей – это здорово. И это должен быть первый приоритет у каждого человека. Если мы посмотрим на наши расходы, если их честно строчка за строчкой написать на листочке, мы увидим, что мы тратим деньги на такую ерунду, мы тратим деньги на 12-ю сумку, мы тратим деньги на, не знаю, ненужные серьги, которые мы один раз одеваем в магазине в основном, потом их бросаем где-то в угол. Так что надо честно с собой поговорить. Та сумма денег, которая повышается в день на то, чтобы поддержать хорошее здоровье, поддержать хороший иммунитет и не дать себя напугать никаким болезням, и чувствовать себя уверенность – это много или мало? По-моему, всегда получится мало. Если сравнить это с пашкой сигарет, если сравнить это с большим куском тарта, если сравнить это со всем, что нам совсем не полезно, а что мы делаем. Я думаю, что такое упражнение, когда на самом деле стоило бы просто поработать над тем, на что мы тратим деньги, а потом подумать, сколько стоит в день уход за самым ценным, что у нас есть, особенно за здоровьем, я думаю, вопросов не остаётся. Тем более, что ещё одна фраза. Когда всё это, что происходит сейчас, закончится, потому что это закончится, нам надо будет гораздо больше сил и гораздо больше энергии, потому что нам надо будет в два раза больше работать, потому что будут такие времена. Это не плохие времена, это другие времена. И мы обязаны быть готовы к ним. Тем более, что надо будет нести подсказку и продукт многим-многим клиентам, которые до сих пор абсолютно даже не интересовались. Но слушая о всём, о том, что происходит, и как можно было готовиться лучше, готовить свой организм, наверное, они протянут руку в нашу сторону. И мы должны быть там для них в хорошем здоровье, в хорошей форме. Ты знаешь, я абсолютно согласна с тобой. И мне кажется, что сейчас, именно сейчас, то самое время, когда ты можешь посвятить тебе, посвятить своей семье, понять, насколько правильно или неправильно ты питаешься. И если у тебя нет каких-либо знаний в категории wellness, то ты можешь сейчас прокачать себя за вот этот вот месяц-два. Тем более, что у нас есть очень много инструментов, у нас есть большое количество тренингов, у нас есть всевозможные прямые эфиры. И могу тебе поделись, что сегодня, например, мы запустили ещё такие маленькие мини-ролики, минутные, которые мы каждый день будем пускать в наших чатах, рассказывая об одном из продуктов категории wellness, в котором могут делиться лидеры абсолютно с любыми своими друзьями, знакомыми. То есть легко и доступно мы говорим о категории wellness. Потому что так и должно быть. Я думаю, что я недавно получила велосипед в подарке. И я посмотрела на этот велосипед и подумала, что если мне бы пришлось продавать велосипеды, наверное, у меня бы получилось, несмотря на то, что я не продавец, потому что я на нем катаюсь. Я могу рассказать о том, как, насколько этот, который у меня есть сегодня, гораздо удобнее того, как меняются быстро скорости, не знаю, как переключаются, да, это скорости, наверное, называется. Как, насколько удобно мне сидеть на этом сидении по сравнению с другим. Также с нашими продуктами. Ребята, я думаю, что если пока у вас нет личного опыта и своей собственной истории получится и наше, будет вам сложнее продавать, чем тогда, когда она будет. Потому что если вы знаете, как себя чувствует человек, который год или полгода пользуется wellness pack, добавляет туда омегу, добавляет туда хорошие протеины, потому что мы переедаем протеины неизвестного происхождения. На самом деле я про мясо, которое не всегда хорошее просто, да. И вы знаете, как вы себя чувствуете. Вы знаете, что вам не надо бегать в аптеку и покупать многие продукты, потому что организм, он готов к борьбе каждый день. И он ведет эту борьбу за вас. Так что эта история, она очень важна. Это классное время, чтобы эту историю строить. Вы дома, вы не пропускайте завтрак, обед, ужин. Вы можете принимать свои таблетки у любимых, вы можете делать свои любимые коктейли, вы можете добавлять этот протеиновый порошок в любые блюда, готовить блинчики, которые более полезны. У вас есть время построить заново свою историю и научиться делиться еще раз и еще раз. Я думаю, что это самый лучший способ, на самом деле, использовать это время. Даже если готовите на кухне, включите этот вебинар. Он же вы будете слышать. Но по поводу на кухне, я думаю, что вам нельзя расслабляться. Потому что многие чувствуют так, как будто это каникулы. Все дома сидят, дети дома. Я знаю, что с детьми сложно работать. Я когда смотрю, как мои подруги, что они делают, чтобы заставить детей посидеть в спокое, пока они работают, это сложно. Но, тем не менее, это не время расслабляться. Это время найти время для всего того, на что у нас времени не было до сих пор. Мы до сих пор тратили время на то, чтобы довести ребенка до школы, забрать. Это уже полчаса или час, может быть, даже. Мы экономим сейчас огромное количество времени, и туда можем запихнуть все, что полезно. Почитайте про продукт. Почитайте про здоровье. Почитайте о том, как... Послушайте того, что компания готовит. Потому что, насколько я понимаю, Казахстан всегда был очень активным. О, может быть, хорошее место. Сказать вам всем, лидеры Казахстана и Кыргызстана, спасибо за то, что вы делаете каждый день. Потому что это впечатляет не просто регион СИАЭС, это впечатляет весь мир. Потому что количество людей, которые покупают продукт в Казахстане, в Кыргызстане, самое высокое во всем Арифлейме в мире. Поверьте. В почти 40% людей покупают продукт в Казахстане. Но не 100. Я люблю большие цифры. Вы тоже, наверное. Но здесь не про цифры. Здесь о том, чтобы помочь другим людям понять, что они могут себе помочь. Быть более здоровыми. И я думаю, что это прекрасная задача для нас всех. Так что спасибо за все, что делаете сегодня. Но не останавливайтесь. И в то время, когда вы дома, пытайтесь общаться со своими людьми. Это же прекрасный момент, чтобы сделать, например, cooking classes. Как cooking classes по-русски называются? Вы можете вместе готовить. Кулинарии можно так сказать. Кулинарии, да. Можете собрать своих людей из своей организации, соединиться через Zoom, поставить компьютер на кухне и готовить вместе. Готовить, делать эксперименты с супом, делать эксперименты с коктейлом, делать кучу разных блюд вместе. Это же тоже процесс обучения. Я думаю, что надо просто присмотреться к тому, как складывается день. Потому что если его запланировать, эти дни надо планировать. Потому что они по-другому, они через пальцы просто перетекают. Время перетекает. А если запланировать хорошо, что утром пока все спят. Я посмотрю на то, что происходит в моей организации. У кого-то есть два человека, у кого-то есть 150 человек в организации. Как они себя ведут. Может быть, время организовать маленький чат или фокус-группу с людьми. Не только для того, чтобы сказать, как вы продаете и сколько, а чтобы спросить, как у вас дела. Это новая ситуация для нас всех. А мы для людей не просто спонсоры по бизнесу. Мы тоже их друзья. Давайте будем друг для друга. Когда ситуация совсем другая, чем обычно. Когда нельзя пожать руку и когда нельзя обнять человека в вашем офисе или в другом-либом месте. Но все это надо запланировать. И тогда получится. Я очень хочу, чтобы каждый из вас знал больше о том, чем занимается. Потому что не надо быть врачом, чтобы продавать wellness. Это точно. Не надо быть врачом. Мы не продаем медицинские препараты. Мы не продаем лекарства. Мы продаем БАДы. И питание. И поэтому достаточно на самом деле послушать то, что говорят, то, что передается в тренингах, во всех вебинарах. Это должно вам дать основу понимания, зачем обычному человеку, каждому человеку. Это продукция, которую вы предлагаете. Если она нужна вам, то обычный человек, она нужна другим. И тут просто дело в том, чтобы, наверное, чуть-чуть подойти к этой теме как к лучшему другу. Познакомиться и на самом деле общаться каждый день через потребление, и через рассказ о том, насколько это классно, когда ты знаешь, что ты помогаешь себе, ты делаешь для себя хорошо. Многие люди курят сигареты, они сознательно, извините, я знаю, что много курящих еще, наверное, надеюсь, что среди нас мало, но в мире много. Они себе сознательно убивают. Тратят деньги на то, чтобы себе сознательно, медленно, может быть, не убивать, это большое слово, но они делают... Отравлять свое здоровье, скорее всего. Да, да. Каждый день, каждый день. Вы делаете другое. Вы каждый день помогаете своим клеткам. Это же круто. Это же здорово. И этим надо заниматься вообще не с другими. Не нахально, но просто рассказывать о том, как у меня дела и как они стали лучше за последние полгода, год, два года, три года. Не знаю, как долго вы используете продукты. Меня постоянно останавливают люди и говорят, Эдита, я не буду скромничать, говорят, какая у тебя классная кожа. Мне 54 года в этом году будет. Мне постоянно говорят, какая у тебя кожа. Но это не только от кремов. Это не только от того, что я каждый вечер умываю лицо и пользуюсь всей процедурой. Это тоже от того, что я внимательно отношусь к тому, что я засовываю в рот, простите, в смысле еды, в смысле хороших белков, в смысле воды, которых особенно сейчас, пожалуйста, пейте воду, потому что надо... Молодцы, я тоже через, может быть, надо пить очень много воды, потому что... Не чая и не кофе, воды, потому что организм... Мы сидим дома, здесь включен... Я не знаю, у вас какая погода, у меня еще эти самые потери включены. У вас уже тепло, да? У нас тепло, да? Но сухо. Надо пить воду, чтобы уважнять организм. Мне это просто необходимо. Так что, да, я просто... Тебя закидали комплиментами, Эдита. Тебе просто кидают все комплименты, как ты шикарно выглядишь. Какая красивая женщина. Просто я читаю сообщения о том, кто это... Спасибо. Нет, знаете что? Мы уже не можем... Мы уже три недели не можем выходить из дома. У меня появилось на голове не то, что должно. Я тут красиво... Знаешь, этого не видно, этого ты не сказала. Ничего. Я подумал, что тебе всего 40 лет. Это приятно. Я хотела добавить к твоим словам, что ты говорила, что да, да, реально мы Казахстан, мы крутые, мы очень хорошо, Кыргызстан продаем велнос, но где-то тоже недостаточно, и я обычно тоже говорю об этом на тренингах всегда, что это здорово, что употребляете вы. Возможно, употребляют ваши родители, возможно, употребляют ваши сестры и братья, но знают ли об этом все ваши друзья, знают ли об этом все ваше окружение? То есть тогда, когда все ваше окружение употребляет велнос, вот тогда да. Когда все ваше окружение знают о категории велнос, вот тогда вы можете сказать, да, я сделала этот шаг. И я всегда, ты знаешь, люблю повторять слова Казахстана, потому что они реально тронули мое сердце. Когда я была в Агиллезе, когда Стихстен вышел к лидерам, которые квалифицировались на поездку в Агиллезе, он сделал низкий поклон. Он сказал фразу, которую я вот просто на всю жизнь запомнила, о том, что спасибо большое, дорогие лидеры Арифлейм, о том, что вы рассказываете о категории wellness. Чем больше людей будут говорить, чем больше людей будут употреблять категорию wellness, тем меньше больных людей будет на моем операционном столе. И, наверное, это ключевое, когда мы говорим про продукты wellness, о том, что не только я, но и все мои знакомые пьют wellness. Я им доношу эту информацию, я рассказываю об этом. И вот ты знаешь, у меня к тебе будет сейчас следующий вопрос о том, что очень часто наши лидеры замечают и говорят, что рассказывать о продукте wellness легче, когда мы говорим об этом через какие-либо болезни. И, конечно же, мы, как компания, рекомендуем вообще не употреблять слово болезнь, не говорить об этом. Как ты считаешь, вот как правильно рекомендовать продукты wellness, не уходя все-таки в болезни, не делая на этом акцент? Потому что, да, это легко, но все-таки твоя рекомендация. Моя рекомендация, во-первых, внимательно почитать о том, что мы говорим про продукт. Мы не говорим ни в одном журнале или в каталоге, нигде мы не говорим о том, что наши продукты лечат. Потому что они не лечат. Ребята, давайте будем честными. Если лечить, надо, во-первых, как врачу, мы не врачи, и только врач может лечить. И тут должно быть всем понятно. Я знаю, что многие после того, как приводят в порядок свое питание, и когда правильные витамины попадают в клетки и в организм, и омега появляется там, и астаксантин, я знаю, что люди чувствуют себя гораздо лучше. Но у нас нет никаких доказательств, что что-то лечит что-то. У нас этого просто нет. Мы поддерживаем, мы улучшаем наши продукты для того, чтобы балансировать и профилактически помогать организму, когда он этого требует. Потому что мы не питаемся правильно, все из нас. Смотрите, за нами зима. Я живу в Центральной Европе. У нас овощи растут только в этих самых, как называется, искусственно выращиваются. Да? Они выращиваются искусственно. Понятно, что с помощью химии всяких. В теплицах. В теплицах, да. С помощью всякой химии. Те продукты, которые выращиваются без химии, они очень дорогие. Потому что их цикл роста гораздо длиннее. И так далее. Так что многие из нас не кушают столько овощей и фруктов, свежих и хорошего качества, сколько надо. Это прекрасное время, чтобы поддерживать себя витаминами. Помните, что дневное использование, которое гарантирует уровень дневного использования необходимого, которое гарантирует таблетка, это просто как дополнение. Это не так, что можно съесть одну таблетку и больше ничего не кушать. Это дополнение нашей диеты, потому что она не сбалансированная. Есть очень мало людей. Хорошо, что их всё больше и больше, которые на самом деле могут сказать, я сегодня съел, не знаю, 0,8 грамм белка на килограмм моего тела. Или можете сказать, в моей диете сегодня в том, что я съел, было достаточно витаминов или было достаточно чего-то ещё. Очень мало. Я вам гарантирую, что... Я думаю, их единицы. Ты знаешь, что на самом деле... Единицы. И они все живут в Швеции. И они все живут в Швеции. Да. Потому что шведы на самом деле очень так серьёзно к этому относятся. Поэтому мы обязаны добавлять в нашу диету не ровную диету, не постоянную, богатую во всё, что необходимо диету, а витамины и всё. И это просто настолько понятно и должно быть всем. Но мы не лечим, ребята. То, что людям становится лучше, что у них больше энергии, например, 100%. 100%. Потому что если вместо перекусов я знаю, как вкусно в Казахстане готовят. Я была в Казахстане. Ты была у нас. Я знаю. Меня покормили так, что я потом две недели не могла двигаться. А вы там живёте. Я понимаю, что вы не кушаете, наверное, так, как меня кормили эти дни, чтобы я попробовала все национальные прекрасные блюда. Но тем не менее, если вместо перекусов, у которого 500 калорий... Между прочим, это то, что я заметила вы очень много сушёных фруктов кушаете. Да? Орешков. Это же калории. Это здорово. Но смотря, сколько их есть. Лидия, ты смотришь, сколько их есть. Да, если их съесть 7 кусочков ореха, это не страшно. Но если съесть столько ореха, это уже становится жирно. Так что надо просто думать хорошо о том, как мы питаемся, а с помощью продуктов, которые есть в предложении, легко на самом деле контролировать всё, что необходимо. Так что мне кажется, что это довольно легко и необходимо всем. Но, пожалуйста, не лечите людей. В мире есть кусок больных людей, процентов не знаю сколько, 5-7. Все остальные здоровые и нуждаются в вас. Если вы уверены в том, что один из продуктов может помочь человеку, попросите его, чтобы он обратился к врачу. Да? Потому что мы не врачи, мы не знаем. Нам рассказывают кусочек истории, а история такая. Нам не досказывают вот это. Мы не знаем. Хотя помочь мы можем сделать очень неправильно. Есть такие случаи в мире, есть такие случаи, которые отразились ужасно плохо на прямых продажах. Я не буду их повторять здесь. Не надо. Да, я об этом говорила. Лидеры, которые присутствуют на последних тренингах, я обращала это внимание и рассказывала об этом инциденте, скажем, не очень хорошем. Лидеры это знают. Я думаю, сейчас мы об этом говорить не будем. Но я с тобой соглашусь, и это очень важно. Ты правильно сказала, необязательно иметь музыкальный образ... Ой, извините. Музыкальный образование медика, да, о том, чтобы говорить, рассказывать про wellness, потому что я всегда на тренингах говорю о том, что я профессиональный музыкант, я профессиональная альтистка, но при этом я очень люблю продажи, я люблю wellness и, соответственно, рассказываю об этом. И почему это нужно? Потому что очень часто мы говорим о том, что можно вылечить, не буду называть какие-либо болезни, что можно забеременеть от wellness. Да, но факт в другом. Да, но для этого еще что-то надо. Да, для этого что-то еще надо, да, согласна. Перевод. Ну, смотрите, мы просто делаем неправильный перевод, потому что то, что организм на самом деле, если он... Если человек повышает неправильную еду, не повышает витаминов, его организм страдает. Органы все страдают. Если их подпитать правильно, им предложить правильную диету, хорошие витамины, хорошие минералы, хороший белок, он возвращается. Ему становится лучше. И те функции, которые были невозможны тогда, когда человек был в плохом состоянии, его организм, они становятся активными в то время, когда организм подпитался. Я думаю, что это всем понятно, но это не то, что мы вылечили что-то, потому что мы не лечим. Мы добавляем энергию, мы помогаем организму бороться с всякими воспалительными процессами, но мы не можем обещать никому, что мы поможем ему избавиться от какой-то болезни. Если врач решит, что БАД, который вы предлагаете, может помочь в процессе лечения, хорошо, но это решение врача, потому что он отвечает за жизнь и здоровье больного. И все. Да, ты знаешь, я абсолютно согласна, и опять-таки, когда мы говорим про живые дни, когда я общаюсь, я очень часто консультантам говорю, вы выступаете от лица компании, вы бизнес-партнеры, вы лицо компании, и, соответственно, то, что вы говорите, будет восприниматься то, как будто говорят так в рефлейме, и поэтому здесь очень важно давать правильную рекомендацию, давать правильные вещи и ни в коем случае не говорить, что мы лечим и так далее. Но я думаю, что мы это все уже поняли. Если у вас желание такое появляется, вы вспомните этот вебинар и вспомните, что вы не ходили в медицинский институт и что вам этого делать просто нельзя. Если есть желание, спросите у врача, пусть больной спросит у врача. А у нас достаточно людей, которые неправильно кушают, которым надо просто каждый день помогать вот так. Так что, да. А если вам кажется, потому что где-то постоянно появляется тема стоимости продуктов, у нас же прекрасный бизнес. У нас бизнес, в котором можно заработать на свои продукты. Правда ведь? достаточно найти пару клиентов. Да? И об этом не надо забывать. Я думаю, что нам постоянно надо думать о том, что мы в уникальной ситуации, потому что, с одной стороны, есть продукт как продукт, с другой стороны, есть план успеха, который, если тебе здесь не хватает, чтобы всю семью питать астаксантином, давай найди несколько клиентов, ты заработаешь на это. Это же самая простая модель, когда люди мне говорят, что они тебе что-то не могут позволить, я говорю, я до конца не верю, потому что у нас есть второй инструмент, которым можно заработать. И, между прочим, ребята, я в прямых продажах, как я сказала, уже лет 16, я очень много всяких разных ситуаций пережила вместе с прямыми продажами. И то, что я знаю, например, когда случился в Греции кризис, весь бизнес страдал, прямые продажи страдали меньше. Почему? Потому что люди, которые хотели заработать дополнительно не 5 тысяч долларов, а просто 200 долларов, стало очень-очень много. У них есть свои теплые круги, у них есть знакомые, которые еще не знают эти продукты, они начинали присоединяться, и бизнес начинал расти. И к этому надо подготовиться. Есть время сейчас. Вокруг вас будет очень много людей, во-первых, как я сказала, которые поняли уже сегодня, что иммунитет это то, за что надо бороться каждый день, не только тогда, когда что-то происходит в мире, а каждый день, просто как... Смотрите, как солдаты, они же каждый день тренируются, они же не выходят на, не знаю, на какие-то на войну без подготовки. Каждый день, каждый день отжимаются, каждый день упражняются. Мы также должны упражнять наш организм. И поэтому, да, будет все больше и больше людей, которые поймут, что это надо делать. Нам повезло. Это ужасно, может быть, звучит, но это хорошо для нас, потому что у нас есть предложения, хорошие, честные, классные, качественные предложения. Но параллельно появится очень много людей, которым нужны будут деньги. Дополнительные деньги, да. Да, потому что многие потеряют наверное работу. Я вижу, что происходит в моей стране. Многие компании закрываются и нужны будут деньги. У вас есть два прекрасных предложения. Здоровье еще благополучие. И им не надо ничего больше знать, чем то, чего они хотят на самом деле. И использовать круг друзей, которого вы еще не знаете. Так что готовьтесь к этому. Готовьтесь тоже. Я думаю, что пока вы все дома, пока мы все дома, это хороший момент вернуться к такой простой модели, которая была когда-то, когда еще интернета не было, прямые продажи работали под таким лозунгом работай из дома. Все садились за стол, собирали контакты, звонили. Мы вообще перестали звонить, мы обычно общаемся или в личку чаще всего, или иногда по интернету. Почему бы не связаться со всеми теми, кто уже давно, с кем вы не связывались? Я говорю, не начинай с вопроса, слушай, я хочу тебе продать, а с вопроса, слушай, как у тебя дела? Как у тебя дела? Скажи мне про дочку, скажи мне про сына, как ты там одна дома сидишь? Знаете, есть разные ситуации в жизни. Есть семьи, которые муж в одной стране, жена в другой стране, с детьми. Есть ситуации, когда кто-то отъехал на минуту, казалось, не может вернуться домой. Вы для них, вы как лучшие психологи и лучшие друзья. Так что подумайте, что тот контакт, он может на самом деле принести в будущем хорошие. Не только для человека, которому позвоните и побудете вместе с ним, но еще и для бизнеса. Так что это время звонить, это время общаться, это время тоже пытаться использовать инструменты, которые вы до сих пор не использовали, потому что есть очень много людей, у которых нет Инстаграма, нет своего аккаунта на Инстаграме, да, аккаунта. Есть люди, которые не общаются со своими организациями по-другому, чем во время мероприятий. Это тот момент. Попросите компанию, чтобы организовала вам простые курсы, обучающие, как делать лайф. Я впервые делаю в жизни лайф сегодня с тобой, поверь или нет. 54 года прожила и оказалось, что можно. Это элементарно. С левой стороны есть кнопка, нажимаешь, все, пошло, поехало. Да? Но надо это все показать. Надо, знаете, надо выходить, расширять свою зону комфорта, потому что мы все знаем, что она ограничена, эта зона, в которой сидим, но пока ничего страшного не происходит, мы не выходим из нее. Если мы выйдем и сделаем шаг, давайте сделаем один звонок, сделайте один звонок со своей организацией или пригласите их на лайф и расскажите о том, как жизнь происходит или о том, что интересно вы услышали на последнем звонке или что-нибудь еще. Сделайте это в кругу людей, которым вы доверяете, которые чувствуете, что вас поддержат. Это время изучать новые. Это время, когда надо себя сильнее. Это время, когда надо набирать новые знания и развиваться. Это самое классное время, поверьте мне, мы скоро вернемся опять в эту беготню, мы все опять будем бежать, не будет времени ни на что. Это то время, чтобы стать лучше. Мне сегодня повезло, я сегодня, так как я слежу за топ-лидерами CIS, мне очень интересно, как они обучают своих людей. И сегодня был интересный вебинар с семьей Кукушевых, да, я правильно говорю. Да-да, Кукушевых, да. И они так здорово рассказывали о том, как они в это время работают, как они общаются, как идет работа онлайн. Это настолько интересно. вам должно быть тоже интересно, вам надо выискивать такие вебинары, такие передачи, в которых вы можете услышать о том, как те, кто знает очень хорошо это делает, как начать, они сегодня рассказывали так интересно о том, как начать, как создавать контакты, как развивать эти контакты. Очень здорово. Я не знаю, это записывалось или нет, но записывалось обязательно. Вам в следующий раз придется посмотреть. А если записывалось, обязательно посмотрите. Время пробовать. Я всех хочу, я хочу сделать такой челлендж. Давайте пробовать, давайте каждый день просыпаться и делать одну вещь, которую мы до сих пор не делали. Может быть, мы не читали каждые пять минут про продукт или про питание или про здоровье. А может быть, мы никогда не делали пост. А может быть, мы никогда не комментировали под постами других. Может быть, мы никогда не делали еще много-много-много вещей. Знаете, если вы удержите себя в такой хорошей форме, вы с совсем другой энергией войдете когда закончится эта ситуация, в жизни у вас будет энергия, вы будете сильнее, чем 2-3-4 недели тому назад. И самое главное, давайте строить планы сейчас. План А, А, Б, С, Д, И. Не один клан, вот так у меня будет. Это время, чтобы подумать, а что если нет? Давайте подумаем, а что если нет? А если тоже второй план не сработает? Самые успешные люди, они работают с многими вариантами планов. И это должно быть для вас задачей на ближайшее время. Давайте подумайте, что если? Что если мы останемся неделю дома? А что если мы останемся еще 3 недели дома? А что если мы останемся 2 месяца? Я не знаю, это возможно или нет, но... Никто не знает на самом деле. Никто не знает, это новая ситуация для нас, и мы должны быть как можно более открытыми и не ждать. Потому что самое страшное, что может произойти сейчас, когда люди сидят и говорят, посмотрим, что будет. Ребята, будет то, что мы создадим. То будет, что вы хотите, чтобы было. Если вы хотите, чтобы у вас не было контакта с людьми, вы этого достигнете. Но если вы решите, что я каждый день буду связываться с десяткой, не просто так, я свяжусь с кем-то, а я свяжусь с десяткой людей или с двадцаткой людей, десяткой по интернету, десяткой по телефону, это произойдет. Пожалуйста, не ждите. Самое страшное, что может произойти в вашей жизни, это то, когда вы отдаете свою судьбу людям, которые, чужим людям, обстоятельствам. Наша жизнь в наших руках. Мы здоровые, мы сильные, у нас есть классные предложения. Давайте брать жизнь в свои руки и себя в руки. Утром помыться, прическу сделать, накраситься и начать день. Не как будто вы в санаторий, потому что вы не в санаторий. Вы у себя дома, просто в других обстоятельствах вы тренируете новые знания, вы тренируете, вы узнаете про себя больше. И это так, это обычный день. Это день, в котором у вас есть возможность сделать что-то хорошее для себя и для других. Я думаю, что уникальная возможность. Я просто тащусь от жизни сейчас, потому что я могу из-за того времени, которое я сэкономила, я могу связаться с моими друзьями, с которыми я не разговариваю, я не знаю, сколько. Смотрите за мной, видите, библиотеку мою. Она налево, и она направо. Море книг. Я верю в то, что надо читать. Верю в то, что надо читать разные книги. И литературу, и книги, которые относятся к развитию, потому что это всё даёт нам знания и упражняет нас в таких ситуациях, которые у нас ещё не случились, а может быть вдруг случатся. Когда мы читаем про героев литературных, мы же думаем, как мы бы себе повели. Я считаю, что это так необходимо, чтобы давать себе шанс тоже развиваться через книги. Я думаю, что очень хочется посмотреть и этим пальцем двигать экран телефона, чтобы смотреть, что у других людей в жизни. А давайте не будем про других людей, давайте будем про себя. Давайте заглянем в то, что у нас в жизни, что нас там ждёт ещё, а ждёт нас очень-очень много хорошего. Я оптимист. Я утром как просыпаюсь, когда одеваю свои очки, они у меня всегда розового цвета. Да, пойдут дожди, да, будут грозы, будет сложно, но я верю в то, что я могу создать дополнительную ценность и сделать так, чтобы следующий день был чуть-чуть лучше, чем предыдущий, чтобы я знала чуть-чуть лучше, чем вчера, а не просто ждала, что будет, и говорю, и увидим, что будет. Мне это неинтересно. Я хочу свой мир. Я хочу свой мир. Ты знаешь, абсолютно согласна с тобой, потому что не хочу говорить это слово кризис, но тем не менее считаю, что это время возможностей, время, когда ты можешь уделить больше времени семье, пообщаться со своими друзьями, да, и, наверное, понять, чего ты хочешь, да, от жизни. И в любом случае, и в чем как бы и суть нашего бизнеса, что мы помогаем улучшать свою жизнь, мы помогаем другим. И, наверное, сейчас то самое время, когда нужно рассказывать о наших возможностях, то самое время, когда нужно говорить о том, какие есть возможности, какие есть продукты в компании Reflame, об этом нужно рассказывать. Может быть, первый раз будет немножко коряво, может быть, где-то первый раз не получится, но это нужно делать на постоянной основе, и тогда это будет как привычка, да, как привычка пить коктейль, да, два-три раза в день, как привычка пить витамины, говорить с людьми каждый день, рассказывать им о возможности, потому что вы меняетесь, меняется жизнь ваших друзей, меняется ваше настроение, меняется ваше мероприятие, да, это очень здорово, когда есть такое время, поэтому нужно просто говорить, не нужно бояться, и я бы еще что-то порекомендовала со своей стороны, что может быть сейчас то самое время, когда вы очень, может быть, хотели начать делать какие-то марафоны, да, неважно, это марафон по снижению веса или марафон для того, чтобы поддержать свое здоровье, свой иммунитет, сейчас это то самое время, да, когда вы откладывали, говорили, я сделаю в следующем патологии, я сделаю через полгода, я еще не готов, еще что-то, но сейчас это то время, когда нужно это делать, наверное, и просто часто делать. Обязательно, это классная идея, и знаете, что самое главное тоже не пытаться быть идеальным в том, что делаете, потому что многих людей останавливает как раз то желание быть идеальным, я еще доделаю, я еще подучусь, я еще сделаю это, и экшн, акция никогда не случается, движение, да, потому что они постоянно, как, они чистят все, что есть, не надо, никогда нет лучшего времени, надо прыгать, и надо прыгать так, чтобы, ну, может быть, больно будет, когда упадете, но вы прыгнете, это будет опыт уже, в следующий раз, когда будете прыгать, научитесь ноги ставить так, как надо, все, весь опыт в жизни, он для того, чтобы жить было нам легче, если вы делаете, если уроки берете из всего того, что происходит, вы становитесь умнее и сильнее, но сидя и рассуждая, теоретически, что было бы, если, или как я могу, но никогда не попробую, плохо, я знаю, что многие очень боятся услышать нет от клиента, но это нет, которые, подумайте, вы заходите в магазин, вы идете через магазин, смотрите книги, одежду, вы не покупаете, продавец подходит к вам, спрашивает, можно вам помочь, вы говорите нет, значит, что вы терпеть не можете этого продавца, нет, вы просто пока не заинтересованы, да, такой продавец, который стоит в магазине, ему человек 100 скажет нет, он все равно выходит на работу, дело в том, чтобы, чтобы не пугаться, нет, а прямые продажи, это на самом деле игра статистика, ты поговоришь с одним человеком, вероятно, что он станет твоим партнером, небольшая, если поговоришь с Петью, она растет, если это будет 10, точно два человека у тебя получится, так что надо заставлять себя иногда делать то, что не является, не лежит в комфортной зоне, только делать эту зону все шире и шире, для того, чтобы было больше и больше ситуаций, в которых вы будете себя чувствовать комфортно, так что, ребята, я очень хочу, чтобы вы использовали это время для того, чтобы вырасти за это время, чтобы подготовить свои планы, чтобы отсвежить контакты, чтобы научиться делать что-то новое, чего вы до сих пор не делали, чтобы вы выходили с прямой спиной, довольны, говорили да, за нами какой-то вперед, эту ситуацию, которая случилась, но я, мои друзья, мы вышли из этого сильнее, и такая задача, мы ставим задачу перед вами, давайте выходить сильнее из всего того, что сегодня происходит. Я абсолютно с тобой согласна, да, и что бы еще хотела добавить, да, мы эфир сохраним, да, очень много вот просим, чтобы мы сохранили, мы сохраним эфир обязательно, да, и вот пока не закончится эфир, я хотела бы, конечно, еще сказать о том, что в течение вот этих вот нескольких каталогов, это супер, что мы будем выходить в прямой эфир, я, Олеся, другие наши сотрудники, где мы будем с вами делиться, давать вам правильные знания о наших продуктах, для того, чтобы вам было легче, потом работать и рассказывать своим клиентам, своим консультантам, и вот буквально скоро в пятницу у нас будет прямой эфир, где вы сможете услышать от лидера, ее практический опыт о том, как она работает, как она рекрутирует, она номер два, входит в десятку на протяжении очень многих каталогов, в десятку лучших продавцов категории wellness, да, вот Иди, это у тебя спрашивают, вы англичанка, нет? Нет, я полька, я полька, я из Польши, нет, я не англичанка, и не жалею, мне нравится быть славянкой, очень даже сильно, у нас эмоций много, вы тоже слышите эмоции в моем голосе, я когда-то давно решила работать в таких обстоятельствах, когда я смогу быть собой, ну и вот, я здесь. Ну и у нас совсем скоро закончится эфир, Эдита, буквально несколько твоих пожеланий, да, нашим партнерам с Казахстана, Кыргызстана, от Эдиты Курок, нормального эксперта категории wellness. Во-первых, оставайтесь здоровыми, и помогайте миру быть здоровым, помогайте тем, кто еще не понимает, не может понять, что ваше предложение является важным для него, как человека, для его близких. Хочу вам пожелать силы и энергии для того, чтобы вы могли открывать свой новый потенциал, потому что потенциал в каждом из нас просто невероятный. Мы его так достаем из карманщиков, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, но я хочу, чтобы вы вскрыли этот весь потенциал, который у вас есть, и пошли вперед, потому что, послушайте, у нас одна жизнь, кому-то 20, кому 30, кому 50, даже тому, кому 50, у него впереди еще 40 лет. Мы можем так много сделать, научиться, и этого хочу вам пожелать, потому что вы в правильном месте, прямые продажи растут, категория wellness растет, продукты, с которыми вы работаете, они очень хорошего качества, они проверенные, они делают то, что обещают делать. За вами компания, которая на рынке уже 50 лет, с вами невероятная команда, которая любит вас, просто, невероятно вас любит, уважает за все, что делаете. Я хочу, чтобы это осталось у вас в памяти. Мы вас очень уважаем гораздо больше, чем просто работа. Так что, ребята, вперед, не сдавайтесь, думайте о том, какие планы, стройте планы, двигайте головой, найдите себе ментора или партнера, с которым будете свои планы обсуждать, вставайте на час пораньше, не надо долго спать, 7 часов достаточно, и вперед, жизнь коротка, и надо взять все, потому что она такая красивая. Спасибо вам огромное. Едита, огромное тебе спасибо. На самом деле, твой позитив, твоя энергия, она просто сумасшедшая, в хорошем смысле этого слова. И я просто читаю сейчас комментарии от наших партнеров, которые просто влюблены в себя, и совсем скоро, я думаю, что все это закончится, и мы начнем снова выезжать и видеться с партнерами. Мне просто очень хочется пожелать, уважаемые партнеры, давайте, когда мы с вами встретимся, когда я приеду в ваш регион, неважно, какой город, здесь практически все города, Казахстан, Кыргызстан, вы мне скажете, что вы сделали, да, после этого эфира, что изменилось в вашей жизни, сколько новых людей, сколько новых партнеров. вы тоже пишите, у меня и как-то инстаграм, а я буду потом писать, да, идите и делиться на самом деле, что вот это было супер, да, это помогло вам. Возможно, сегодня кто-то из вас услышал нужные, правильные слова, какие-то правильные фразы, да, услышал рекомендации от Эдиты, которая делилась опытом и говорила самые простые элементарные вещи, поэтому хочется просто пожелать, которые строились на улице, соответствующие идеи, эта shownness, ёжэ, и нудка, ну как у неё есть